Владимир Сопрыкин за 18 лет творчества выпустил 18 сборников. Готовятся к выпуску ещё две книги. Это сборник познавательных рассказов Кикимора и стихов для детей, которые издатели предложили проиллюстрировать самим детям. Об условиях конкурса и многом другом автор рассказал детям. Тот, кто заходит на сайт издательства «Союзописателей», участвует в форуме, обсуждает произведения авторов, которые пишут для детей. А в этом году вышло уже три сборника для детей «Новые сказки». И они находятся в интернет-магазине этого издательства. А издательский дом «Сереброслов» принял решение в этом году издать мою новую книгу стихов для детей. Для этого они объявили первый международный конкурс детского рисунка. На слова Владимира Запрыкина написано много детских песенок. Одну из них «Почемучка» исполнил Саша Тимофеев. Он занимается вокалом в Центре детского творчества под руководством композитора и педагога Людмилы Куликовой. Организаторы встречи, сотрудники библиотеки, знакомили ребят с новинками книжных полок, читали им новые стихи, сказки, чтобы те ребятишки стали не гостями, а завсегдатами библиотеки. У меня любимая книжка «Денискины рассказы». Мне нравится там Дениска и Мишка, там в них разные смешные истории происходят. Я думаю, что книжки учат доброте, иногда могут такой вопрос задать, а ты сможешь ответить. Развивание речи. У меня две больших книжки, толстых, Николая Носова, и там очень много рассказов. Мне понравились все рассказы. Мне кажется, книжка, она учит чему-то умному, она дает как бы помогать выходить из ситуации, и помогать друзьям, и получать какие-нибудь интересные вопросы или еще что-нибудь. Филиал номер один детской юношеской библиотеки, где проходила встреча поэта со школьниками, решил не ограничиться празднованием Дня рождения Андерсона и Международного дня книги, а посвятить этому событию целую неделю. Это хороший повод пропагандировать книгу и прививать любовь к чтению.